Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которая сейчас озвучена, называется Кубковые матчи. Написана она 27 октября 2011 года. Итак, начиная. Вчера в Украине был Кубковый день, 1-8 финала национального кубка. В очередной раз посмотрел национальный позор под названием Битва Грандов. Тот, кто видел этот матч, не мог не заметить элементарных ошибок в середине поля с обеих сторон. Киевляне, как всегда, показали свою полную беззубость в атаке, импотентную неспособность обходить соперника один в один, неумение вести атаки через центр по вполне понятным причинам. Для умения производить последнее, нужно быстро мыслить и быстро и с высоким качеством принимать и передавать мяч, чего у киевлян уже нет ни одно десятилетие. Вчера, что касается этой игры, меня поразила грубость Алиева. Он пытался ударить соперника по ногам сзади, мяча там давно не было, но у него не получилось сломать ноги, а лишь слегка зацепить. Этот футболист незадолго до этого матча обматюкал журналистку. В общем, очень духовный человек. Меня интересует только одно, если Палыч считает себя крутым тренером, то почему держит таких футболистов? Или если выгнать ливы, то в команде вообще некому будет бить поворотом? Воистину фантастический уровень индивидуальной техники. И еще. Андрея Шевченко в этом матче я не видел в упор, кроме одного случая, когда тот бежал за уходящим мячом, но его опередил вратарь, не дав дотянуться до мяча, до которого Андрей и так дотянуться не успевал. И на этого футболиста Блохин собирается делать ставку в следующем году на Евро-2012? Без комментариев. Меня удивило поведение Палыча. Обычно он кричит так, что вороны отлетают на километры от стадиона. Вчера он грустно молчал, задумчиво глядя перед собой. Очевидно, перед глазами у него стояли чемоданы. Больше об этом матче ничего говорить не буду. Слишком много чести для талантливых недоучек. Скажу только о поведении игрока Днепра Ротаня, которого игрок Волыни снес недалеко от боковой линии поля. Да, нарушение правил было очевидным, но боковой судья, находящийся в нескольких метрах, флажок не поднял, а главный судья промолчал. Тогда футболист вскочил на ноги и чуть не набросился на бокового судью с кулаками. Агрессия была видна невооруженным взглядом. Не доставало только удара в челюсть, и картинка была бы полноформатной и гармоничной. Футболист чудом удержал себя от удара. И вы, обращаясь к моим оппонентам, еще всерьез говорите о создании конкурентной команды в формате трансферного футбола? Трехликость футбольного бога – это азбука духовного цементирования команды. Если футболист не уважает решений судей, даже если они ошибочны, то он не уважает собственную команду, которую он представляет в данном игровом эпизоде. Футболист, который не уважает своего тренера, должен быть изгнан из команды немедленно и безвозвратно. Футболист, который не уважает болельщиков, должен также быть награжден проводами до ворот клубной базы. Мне иногда говорят – это ведь эмоции. Куда молдеваться от эмоций? А почему в храмах не курят, не сквернословят, не устраивают драк? Там могут придерживаться общепринятых правил. На футбольном поле нет? Здесь и к гадалке ходить не надо. Ноги растут от тренеров, которые сквозь пальцы смотрят на футбольное богохульство, а иногда и поощряют его. Вы можете хоть с головы до ног обвешать побрякушками тренера, называя его супер заслуженным и супер профессионалом. Но если он орет на футболистов, если закрывает глаза на грубость, если закрывает глаза на агрессию к судям, то это кто угодно, но не тренер. Тем более не заслуженный. И тем более не супер пупер. Многим не нравится, как я критикую команды, которые для многих кажутся эталоном мастерства. Это пусть телекомментаторы и журналисты хвалят существующие команды, а меня извольте. На черное никто не заставит меня говорить белое. В матче украинских грандов киевлянин ударил по воротам, и комментатор в восторге закричал «Великолепный удар!». Знаете, в чем в нем было великолепным? Мяч был послан по центру ворот и пролетел над перекладиной в полуметре. Воистину фантастическая, я бы сказал, снайперская точность. А о таранных, кавычках, ударах в стенку, я бы сказал, тупейших. Я вообще промолчу. У меня создалось впечатление, что если комментаторам добавить зарплату и премию, то они начнут восторженно кричать еще до стартового свистка. Ребята, а как же совесть? Как же чувство собственного достоинства? Или за деньги и карьерный рост можно забыть про мать родную и собственное имя? Жаль мне таких. Прекрасно по этому поводу высказалась Раневская. Деньги просрешь, а стыд останется. Хочу дополнить слова великой актрисы. Стыд останется у тех, кто имеет эту самую совесть. А пока имеем то, что имеем. Считаю, что лучше лечить современный футбол правдой и новыми альтернативными существующими методологиями тренировок, чем прославлять его за 30 серебряников. У меня все, господа.